Машка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. В один из ноябрьских вечеров в стенах Ялыкаевского женского монастыря детские голоса воспитанниц приюта Покров звучали с особой радостью. В просторном и светлом зале владыка Ристарх, игумене Михаила, а также многочисленные гости. Это они подарили приюту прекрасное помещение для танцев с тренажерным залом. Сегодня у нас открытие нашего спортзала, который строили все лето. И для нас это хороший праздник, потому что здесь мы теперь можем танцевать, заниматься на тренажерах и развивать свои способности, которые у нас есть. Каждый ребенок в приюте по-своему талантлив. Одни поют, другие танцуют, третьи читают стихи. А ведь еще совсем недавно, чтобы развивать свои таланты, воспитанницам приходилось ездить в город. 20 километров туда и 20 обратно. Теперь же такая необходимость отпала. Сегодня они выступают в собственном зале, который стал для девочек любимым местом в приюте. Я возьму его с порога, я прижму его в груди, а потом скажу быстрого, вытри лапы и входи. Помимо новенького зала, у гостей нашлись подарки и для души. Владыка Аристарх подарил каждый из воспитанниц платочки, освященные на мощах святого Николая Чудотворца в итальянском городе Бари. У вас все здесь, если кто-то болеет, там нет, чтобы не забыть никого. Наташа Вавилова пришла в монастырский приют из обычного детского дома. Сейчас ученица девятого класса без труда может объяснить преимущества православного воспитания. Живя в простом детском доме, конечно, разница большая, потому что в простом детском доме много искушений, много всяких скорби было, приходило. Ну, здесь немного полегче с Богом, потому что мы ходим в храм, молимся. Это все равно какая-то поддержка. По сравнению с тем детским домом, в материальном слове лучше и духовно вообще хорошо. Второй год мы занимаемся с воспитанницами православного детского дома «Покров». И общение с ними наполняет и нас тоже большими эмоциями, очень интересными и очень благодатными. Мы видим, как на наших глазах девочки взрослеют, как на наших глазах они становятся умнее, более чуткими к музыке. Мы обучаем их музыке, и они с каждым днем все лучше и лучше разбираются у них. И самое главное – обретают какие-то замечательные умения и навыки, которые сейчас уже они активно дарят всем. Не забыл его преосвященство и о благодворителях в монастыре, вручив им патриаршие награды. Но помимо благодарности предстоятелю Русской Православной Церкви, большим подарком для благотворителей будут плоды их забот, первые из которых они увидели сегодня.